300 лет и 3 года. Столько времени прошло со дня подписания Петром I указа о создании специальной следственной канцелярии. С 2014 года в этот день, 25 июля, профессиональный праздник отмечают все сотрудники органов следствия. В нашей студии руководитель Канажского межрайонного следственного отдела Алексей Журин. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Обычно следователи задают вопросы, а сегодня будет наоборот. Вопросы буду задавать вам я, и вот мы первые. В чем заключается работа следователя, вот как проходит ваш обучий день? Ну, если говорить сухими словами, то следователи занимаются проверкой сообщений о преступлении и расследием уголовных дел о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством к их подследственности. Следователи Следственного комитета ежедневно проводят такие следственные действия, как допросы, осмотры места происшествий, обыски, выемки и иные следственные действия. Результативность проведения данных следственных действий, конечно же, в первую очередь, зависит от умения следователя налаживать психологический контакт с проходящими по делу лицами, от умения анализировать сопрованные по результатам проведения следственных действий данные, сопоставлять их между собой, от умения излагать на бумаге, именно показывать свою работу для того, чтобы ни одно виновное лицо не смогло избежать уголовной ответственности, и впоследствии суды могли вынести итоговое справедливое решение. Ну и рабочий день, конечно же, с утра начинается с изучения суточной сводки о происшествиях. В течение дня мы со следователями обсуждаем, планируем ими мероприятия на день, обсуждаем конкретные уголовные дела, проблемы, возникающие в ходе расследования конкретных уголовных дел. Но в конце, конечно, рабочего дня планируем мероприятия на последующие дни. В 2015 год все-таки нельзя назвать спокойным. Одно из последних дел, которое прогремело на всю Россию, это контрафактный алкоголь. Случаи были в Чувашии, вот в Канарском районе. Какая ситуация? Были случаи отравления какие-то? Есть что там тоже было расследовать? Да, громкое уголовное дело, которое расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел, в настоящее время находится в производстве следователя. Для расследования по данному уголовному делу в результате сбыта спиртосъезжающей жидкости, не отвечающей требованию безопасности, еще не завершено. Следователем совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс следственных действий на недопущение аналогичных фактов впредь. На территории обслуживания Канарского межрайонного следственного отдела, на территории, а также другими следственными отделами расследуется ряд уголовных дел по факту реализации спиртосъезжающей жидкости, не отвечающих требованию безопасности. Но, к счастью, это уголовные дела, по которым смерть от потерпевших не наступила. И будем надеяться, что благодаря такой профилактической работе, проводимой в ходе расследования данных уголовных дел, таких летальных исходов у нас в республике больше не будет. То есть сейчас ситуация, в принципе, успокоилась? Я считаю, что да, более-менее спокойная. К счастью, таких летальных случаев пока у нас больше не было. Какие самые интересные случаи, не знаю, расследования вы помните на своей практике? В прошлом году у нас в городе Канаше имело место, конечно, жестокое преступление. В частности, житель города Канаша, ранее судимый, совершил убийство своей знакомой, и ее двухгодовалой дочери. В кратчайшие сроки данное преступление, имевшее большой резонанс, конечно же, было раскрыто. И по результатам расследования данного уголовного дела, преступник был осужден Верховным судом Чувашской республики к 23 годам лишения свободы, в настоящее время отбывая заслуженные наказания. В августе прошлого года в дежурную часть отдела внутренних дел по Канарскому району поступило сообщение о том, о нанесении ножевого ранения жителю деревни Кармамея Канарского района. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа с участием следователя нашего следственного отдела. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что произошла групповая драка между жителями города Канаша, а также между жителями деревни Кармамея Канарского района, в ходе которой жители Канаша нанесли ножевые ранения одному жителю Канашского района, который скончался на месте происшествия, а второй потерпевший был доставлен в больницу. Ему сделана была операция, благодаря чему потерпевший остался жив. Изначально сложность в раскрытии данного преступления заключалась в том, что участники массовой драки не давали никакие показания о обстоятельствах произошедшего. Пришлось проводить индивидуальную работу с каждым участником массовой драки, устанавливать их по крупицам, собирать доказательства. Некоторые свидетели соглашались давать показания только после того, как им объяснили, что УПК предусматривает специальную процедуру сохранения в тайне данных о личности людей, которые дают показания. Только благодаря этому нам удалось собрать надлежащую доказательную базу, провести комплекс необходимых экспертиз, по результатам которых в отношении одного из обвиняемых в уголовное дело было направлено в суд. Он осужден по статье 105 части 1 УК РФ «Убийство». Второй парень был осужден по статье 111, предусматривающей уголовную ответственность за причинение тяжких телесных повреждений. Конечно же, каждое уголовное дело, оно по-своему индивидуально, одинаковых абсолютно уголовных дел не бывает. Запоминаются, конечно же, уголовные дела, в процессе расследования которых приходится проводить комплекс следственных действий, направленных на опровержение доводов, невиновных в освоении причастности. Запоминаются уголовные дела, которые в течение длительного времени оставались нераскрытыми. Некоторые уголовные дела запоминаются, конечно же, своей жестокостью. Но есть и такие дела, которые запоминаются, наоборот, благодарностью потерпевших, в частности, по ряду уголовных дел, возбужденных по факту невыплаты зарубной платы. Мы, следователи, испытываем большое удовольствие, когда потерпевшие после возмещения работодателями им причиненного вреда, после выплаты зарубной платы, обращаются в наш адрес со словами благодарности. Я понимаю, что совершенствуется, наверное, методика расследования уголовных дел, техника совершенствуется, но иногда мы видим в заголовке в СМИ, например, следствие ведут экстрасенсы, или следствие помогли, в ней, там, дело помогли распутать экстрасенсы. Вот в Чуваше есть такие случаи? Приходится работать с экстрасенсами? Вообще, возможно такое, что следователи сотрудничают с какими-то экстрасенсами? Ну, в чистом виде с так называемыми экстрасенсами следователи, как правило, не сотрудничают. Но мы обращаемся к помощи так называемых психологов, которые имеются в штате Следственного комитета. Данные психологи используют метод активизации памяти. Этот данный метод заключается в том, что в процессе беседы с испытуемым психолог помогает испытуемому оказаться мыслительно в той конкретной ситуации, в которой он бывал в соответствии с поставленными вопросами. Благодаря этому какие-то моменты, на которые человек не обращал внимания, либо которые он просто-напросто подзабыл, они вспоминаются, что позволяет раскрыть преступление. В частности, в прошлом году с привлечением психологов и использованием данного метода активизации памяти в городе Канаше, с потерпевшей по изнасилованию был проведен данный сеанс, и она вспомнила номер автомашины, которая находилась в тот момент, когда ее преступники сажали и увозили с собой. Впоследствии, благодаря этому, преступление было раскрыто, и люди понесли заслуженные наказания. Сеанс активизации памяти – это что такое все-таки для простых жителей, которые не знают? Это простая беседа, которая проводится психологом. Испытуемый полностью контролирует этот процесс. Просто психолог помогает, задавая такие вопросы, свои вопросы, помогает оказаться в схожей ситуации, благодаря которой именно вспоминаются забывшиеся моменты, либо те, на которые, еще раз скажу, не обращалось внимания испытуемым лицом. Я слышала, что используется даже такой метод, как гипноз. Пока такой метод у нас, нашим исследователям, пока не применяется. А вообще это возможно? Есть практика какая-то где-то? Вообще, я думаю, в ходе расследования уголовного дела все средства хороши, и если такая помощь от этого будет, почему бы нет? Профессиональный праздник. А что вы можете пожелать в этот день своим коллегам? В этот день от всей души поздравляю всех следователей, всех ветеранов органов следствия с нашим профессиональным праздником, в День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Желаю, конечно же, крепкого здоровья, успехов, благополучия, выдержки и новых достижений в деле служения закону и Отечеству. Ну, я все-таки пожелаю, наверное, чтобы следователям было как можно меньше работы. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с руководителем Канажского межрайонного следственного отдела Алексеем Журиным. До свидания.